Скорее следует говорить о осознании сегодняшними имущими бренности существования и появившимся призрачным надеждам, что за деньги можно серьезным образом улучшить свое здоровье, продлить свое жизненное существование здесь. Был такой фантаст Ефремов, который писал в том числе «Туманность с Андромедой», и он как раз это предсказывал, он говорил, что человечество в конечном итоге достигнет возможностей жить столько, сколько хочет, и люди будут просто уставать от того, что они живут, и сами добровольно будут уходить. Вот такая формула была им предложена. Сегодня многие богатые люди вкладывают деньги, в том числе и в исследовательскую работу, и в подпитку многих шарлатанов от науки, которые пытаются эту тему активным образом внедрять, потому что она беспроверечна с точки зрения получения результата. Если ты, например, умер, то ты уже не можешь быть оживлен, хотя ты вкладываешь деньги в то, что тебя, может быть, оживят. Если ты неизлечимо болен, то в какой-то момент ты уже теряешь контроль над собой, и вкладывая деньги в свое излечение, ты уже не осознаешь, что ты, может быть, на самом деле вкладываешь их зря. Третий момент. У нас многие богатые люди, я говорю применительно только к России, а не к общемировой тенденции, многие богатые люди появились сегодня, появились как миллионеры из трущоб. Возьмите того же Абрамовича, у которого было очень трудное детство, у которого генетически была очень сложная позиция. Бесконечные болезни, плохие условия жизни предыдущих поколений, все это складывается на нем, как на человеке. И каким бы образом вы его сегодня с помощью научных препаратов не пытались модернизировать, сущностно на генетическом уровне он человек такой, какой он есть. И очень сложно будет его естественными или псевдоестественными путями поддерживать в положении человека, которому вечно 40. Поэтому я думаю, что сама по себе вот этот процесс, или сам по себе этот процесс старения и одновременного оздоровления человечества, конечно, он будет идти, потому что мы с вами стоим сегодня, в том числе и в Китае, перед проблемой пожилого населения. В Китае была позиция, когда рождаемость была резко ограничена, и сегодня наступил вот тот самый расплата за эту самую политику. Вы в тот момент времени уменьшали количество людей, сегодня вы увеличили неизмеримо количество пожилых китайцев. И сегодня эта проблема для Китая гораздо более серьезной, чем в том числе и для России. А как, каким образом на массовом уровне внедрять технологии продления жизни? И стоит ли этого делать, экономически это выгодно или не выгодно? Эти многие вопросы, которые, на мой взгляд, еще не имеют точного ответа, но однозначно свидетельствуют о том, что сегодня сама по себе эта идея, она еще и несовершенна, и не отработана.